Медиагруппа «Авангард» представляет Меня зовут Дмитрий Правиков, я являюсь руководителем научно-образовательного центра новых информационно-аналитических технологий РГО «Нефти и газа» имени Игоря Михайловича Губкина. Благодаря тому, что я, помимо этого, еще являюсь членом группы «Кибербезопасность» EnergyNet, у нас есть определенное видение движения экспертного сообщества в области кибербезопасности применительно к энергетике, и о некоторых направлениях этого движения мне было предложено сделать доклад. Мой доклад будет как раз посвящен антологии понятия кибербезопасности и тем практическим задачам, которые можно решать с помощью антологии. Проблема понимания друг друга в различных областях является, наверное, ключевой. Все мы, говоря о том, что мы приехали сюда разговаривать про кибербезопасность, на самом деле имеем в виду совершенно разные вещи. Комышленные предприятия, и вендоры, и министерства, как регулятор, и научное сообщество, они вкладывают в это понятие разные смыслы, разные оттенки. И вот нам нужно договориться о том, как мы будем разговаривать друг с другом. Разговаривать на одном языке. Это доклад приглашения к совместной деятельности. Потому что никто не обладает правом на монополию знаний. Знания — это общая вещь, которая вырабатывается, подчеркиваю, всем экспертам сообщества. Если немножко погрузиться в понимание, что такое кибербезопасность, оно отличается от информационной безопасности с тем, что мы всегда говорили о том, если брать информационную безопасность, конфиденциальность, целостность, доступность. Сейчас, как было обозначено, опять же, на панальной дискуссии регулятором, у нас есть угроза остановки всей энергетической системы. Это гораздо серьезнее и задевает абсолютно всех. И кибербезопасность в данном случае означает, что работает. Отсутствие кибербезопасности не работает. Отсутствие единой антологии кибербезопасности уже приводит к тому, что предлагаемые регуляторами проекта документов начинают вступать в противоречие с другими документами, предлагаемыми регуляторами. Да, на первом этапе рассмотрения каждого документа это, может быть, не столь бросается в глаза, но потом, когда требуется построить непротиворечивую полную систему документов, это становится определенной проблемой. К сожалению, если обратить внимание на построение системы нормативных документов, я имею в виду не только Минэнерго, но и других регуляторов, мы можем обратить внимание, что есть такое понятие, как нормативный патчинг. Может быть, не сталкивались, но когда выходит документ, а потом выходит к нему патч. Мы должны идти к тому, чтобы вот этого патчинга было как можно меньше. Открытая база знаний в области кибербезопасности, где описываются и рассказываются взаимосвязи основных терминов, понятий, по отношению к которым следует проверять предлагаемые нормативные документы, а также существующие документы с тем, чтобы их можно было бы соответствующим образом поправить. Для промышленных предприятий козырем традиционно был ответ о том, что наши технологические сети всегда отделены от общедоступных сетей интернета. Кажется, что удаленная работа стимулировала к соединению технологических сетей с сетями, которые имеют доступ в интернет, а значит, потенциально увеличилась площадь атаки. Да, ничего страшного не произошло и, надеюсь, ничего не произойдет, но, тем не менее, потенциальная уязвимость, с моей точки зрения, повысилась. Особая ценность конференции – это кулуары. Они здесь есть, за это организаторам большое спасибо. И вот это кулуарное общение, оно иногда заставляет выступление, озвученное со сцены, играть совершенно новыми и другими красками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!